Совсем немного остается до старта автопробега Красноярска в Северный Кавказ. Я напомню, старт автоколона 10 июня, разумеется, его вы увидите в программе «Утро на Анисея». Это будет суббота. О том, горячая ли пора сейчас у продюсеров, а также участников, расскажет нам непосредственно ответственная, в том числе и за этот проект, наша коллега Ника Маркова, продюсер проекта «Красноярск. Северный Кавказ». И прямо сейчас, может быть, начнем с итогов в качестве исключения. И не будем сильно томить зрителей, подведем итоги фотоконку. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, телезрители. И что касается итогов, сегодня победителем становится Викуля Хрулькевич. Именно так ее аккаунт заглавлен в ВКонтакте. Хочется сказать, почему была выбрана, опять же, просто потрясающе интересная история, которую было очень интересно читать, ну и, конечно, очень красивая фотография. Обращаюсь к нашим телезрителям, которые еще смогут принять участие в этом конкурсе. Еще целую неделю можно присылать фотографии. Хочется напомнить, что обязательно нужно к фотографии прикладывать историю. То есть вы не просто присылаете фото, это не просто фотоконкурс, это фотоконкурс с историями о ваших путешествиях. И еще хочется напомнить, что у нас в правилах очень строго оговорено, что должна быть прислана всего одна фотография в неделю. Очень многие люди нарушают это правило, и, к сожалению, мы не можем вас сделать из-за этого победителями. Ну, пополнить, тем не менее, скажем так, альбом из ваших фотоприключений колесных можем. Да, смотреть их очень приятно. Смотреть фотографии, конечно, очень приятно. Вот, что касается приза, достается вот такой подарочный сертификат в салон Синатра. Напомним, да, что это партнеру проекта, сеть автостудии Синатра, профессиональная установка автозвукой и автосигнализации. Виктория Хрулькевич, правильно я запомнила, забирайте ваши сертификаты на острове отдых Одессе, строение 1. Можете ей позвонить, если вдруг возникли вопрос по телефону редакции 233-11-66. А теперь уже непосредственно к пробегу. Какие новости? Сильно ли там у вас переполох? Ну, переполоха нет, все идет в плановом режиме. У нас четкое планирование – это основа успеха. Сейчас мы занимаемся организационными моментами, утрясаем оформление документов, бронируем гостиницы по пути следования, по маршруту следования, отговариваемся с администрациями на местах и так далее. То есть вот такая вот работа, которая, может быть, стороннему человеку покажется не очень интересной, но она очень важная, очень объемная. И подготовиться к путешествию к такому нужно действительно очень тщательно. Все будет сделано. Продолжают еще люди звонить, желающие принять участие? Да, продолжают звонить, просятся в команду, но, к сожалению, мы уже не можем никого взять, потому что уже сейчас все документы оформлены, сроки уже вышли, и люди, которые, может быть, хотят принять участие в этом автопробеге, пусть сейчас начинают задумываться о том, что в следующем году мы обязательно куда-нибудь снова поедем, и это обязательно будет очень интересно. А бронировать нельзя? Ну, вот сейчас просто дело в том, что уже все практически... Нет, нет, я имею в виду, что люди вот сейчас, например, позвонят. Вы обязательно нам перезвоните в следующем году, и мы принимаем прямое участие. Мы всем так и отвечаем. Спасибо большое, Ника. Я напомню, что это была продюсер проекта «Краснодарский Северный Кавказ», у которого есть и генеральный, также и партнер автопробега «Краснодарский Северный Кавказ». Это новоангарский обогатительный комбинат. Ну, а 10 июня в нашей программе мы торжественно, да, и счастливо, наверное, с пожеланиями доброго пути провожаем автоколонну красноярцев до Северного Кавказа.